Всего три с небольшим недели осталось до отмены системы налогообложения, введенная еще в 90-х годах. Речь идет о едином налоге на вмененный доход, появившийся в 1998 году, он со временем перестал отвечать современным реалиям. Более того, нередко он становится предметом злоупотреблений. В 1998 году единый налог на вмененный доход появился, чтобы облегчить жизнь малому бизнесу. Тот был избавлен от утомительного вычисления объема податей, который надо уплатить государству. Предприниматели четко понимали, сколько они должны. Однако с появлением патентов, введением самозанятости, ЕНВД устарел. С 1 января 2021 года его заменят на новые виды. Для организации это либо упрощенная система налогообложения, либо единый сельхозналог. Для индивидуальных предпринимателей плюсом к этим системам это еще патентная система налогообложения, ну и налог на профессиональный доход, который у нас с июля этого года в области введен. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, сейчас в Тверской области около 7 тысяч субъектов малого бизнеса еще не сделали свой выбор. Ведомстве просят поторопиться. Тех, кто не успеет до 1 января, с нового года перейдут на общий режим, что обойдется бизнесу заметно дороже. Вся информация об изменениях есть на сайте. Благодаря специальным сервисам можно выбрать оптимальный вариант. После этого надо уже обращаться в ФНС. Можно это сделать дистанционно, то есть по ТКС, через личный кабинет, по почте, наручно. Это можно прийти непосредственно в налоговый орган. Плюс еще можно это сделать через МФЦ. При этом не стоит думать, что про единый налог на вмененный доход можно забыть уже сейчас. Всем, кто пока работает в таком режиме, нужно довести дело до конца. До 1 января предприниматели должны полностью отчитаться по этому пока еще действующему налогу и выплатить государству все, что причитается.